Всем привет! И это мой первый влог после рождения сына. Уже прошло полгода и, честно говоря, мне вообще с трудом верится, что так быстро летит время. Лето, весна и зима для меня вообще, мне кажется, не существовало. Ещё с этим карантином, в общем, жесть! Я куда-то пропала, вообще провалилась, можно сказать, с этим всем материнством. Но я не против, это моя новая работа и моё новое хобби. В общем, в этих влогах я не буду очень много страгивать мамских тем, буду, по крайней мере, стараться. Я знаю, что не все из вас мамы, не все хотят детей и так дальше. Я это всё понимаю, я точно такая же была, поэтому постараюсь немножечко так по крупицам что-то вам информативно рассказывать, если будет интересно, конечно. Но в основном это будет косметика. Опять же, будем с вами готовить, потому что я сейчас дома, и мне нужно готовить ужин-обед для Серёги, для себя, для малого. Это прикормы. В общем, всё это расскажу, покажу. Будем заниматься уборкой, гулять на улице. В общем, всем тем, чем занимается мама в декретном отпуске. Так, сейчас я проснулась, хотя на часах около 12. Это не означает, что мы первый раз проснулись. Мы за ночь встали около 4 раз. Утром проснулись, покушали, погуляли, всё сделали, помыли, сели где-то спать. Вот это сейчас только проснулись. Это у нас сейчас обед был. Я вам сейчас покажу, что мне сегодня предстоит делать. Мне нужно будет вот это вот всё убрать. Мы только что с Максом покушали, прикорм. Здесь всё в этой каше. Локи, привет, кто соскучился. Сейчас покажу, что у нас на кухне происходит. Разобранный блендер, неразобранная посудомойка, мусорник, надо будет положить туда пакет. В общем, банок полно. Ну, в общем, вот такой вот кошмар остаётся после того, как мы покушаем. Сейчас я буду всё это убирать. Макс пока гуляет в комнате. Я ещё должна успеть покушать, уложить его спать и привезти в порядок дом. Ну что, это будет до. Сейчас посмотрим, как это всё закончится после. Ну и вот, собственно, после, что у меня получилось. Цветочки, там мне родители с села привезли. Локи тоже зачарованно смотрит. И да, в основном я выгляжу вот так каждый день. У меня просто какая-то гулька закрученная, потому что Макс не вырывает вот здесь вот волосы. И я себя не буду так часто показывать, потому что, я думаю, вам не очень приятно видеть меня в таком виде. Ну, уж извините, такие реалии. И ещё маленькое отступление. Я вам забыла сказать, я родила мальчика, назвали мы его Максом. Ему уже шесть месяцев. Пока не буду показывать его во влогах, потому что, первое, он некрещённый. Второе, я не знаю, или это вам вообще будет интересно. Вкратце скажу, он похож на меня. Всё. Я думаю, вопросов больше не будет по этому поводу. Ещё что-то хотела, что-то хотела говорить. А, ещё по поводу влогов. Я буду стараться их выпускать чаще, но я буду меньше тратить времени на монтаж, потому что у меня просто катастрофически его нет. У меня на день есть полтора часа максимум, в лучшем случае полтора часа. Обычно минут сорок времени именно для себя, где я могу спокойно покушать, попить чай, кофе мне нельзя. И я не хочу занимать время редактированием видео, поэтому я буду это делать во время прогулок на телефоне. Если я где-то буду оговариваться, сразу же, извиняюсь, будет меньше склеек выреза, вот этих бэ-мэ будет больше, но со временем я научусь, надеюсь, нормально расковаривать, пока я ещё окончательно не деградировала без работы. Пока Макс спит, хотела вам быстренько показать немножко косметики, то, чем я сейчас ухаживаю за волосами. У меня сейчас, как всегда, нет времени, я вам это сто раз уже говорила, поэтому мне нужно супер мягкое средство для мытья волос, потому что блонд очень пересушенный, повреждённые волосы нереально. И расчесать их сложно. Я для себя нашла, наконец-то, идеальные два средства. Это вот шампунь и кондиционер от Dove. Их новая серия, преображающая уход 1 и 2, видите, step one, step two. Единственное, не подойдёт у кого жирные корни, у меня жирные корни, но средства очень мягкие, поэтому я для себя нашла выход. Попросила Сереге купить любой шампунь для окрашенных волос. Он взял, я не знаю, что это и где вот это можно было найти. Короче, это какой-то шампунь, по-моему, арабский, да, очень похоже на то, что дают бесплатно в отелях. В общем, очень скрипучий такой пенящийся шампунь, который вымывает всё на свете. Если мыть голову только им, это будет пакля, мочалка, никогда в жизни их не расчёшите. Поэтому сначала корни промываю вот этим ужасом, потом мою Dove. Ещё раз шампунем и кондиционером. Очень мягкие. Честно, ничего более мягкого я ещё не пробовала. Волосы просто шелковисты. Единственное, чуть-чуть чаще нужно будет мыть. Ну, лучше так, чем 2 часа их расчёсывать. Сколько я вот не искала, специально для вас выложила средства, ничего пока лучше не нашла. Это вот на iHerb я заказывала. Giovanni. В принципе, мне нравится их косметика, но она хуже, чем вот эта. И мне Серёга купил Glisskur, что-то в магазине. Я не знаю, по-моему, первый попавшийся схватил. И они мне вообще не нравятся. Они как вода. У меня стекают с волос и ничего не делают. Просто стоят у меня на полке, пылятся. Поэтому советую всем. Это не реклама на всякий случай. Я сама недавно нашла только эти средства. И очень-очень довольна. Шампунь уже заканчивается. Ну что, время рецепта. И сейчас я вам покажу самый простой способ сделать суп на говяжьем бульоне. Здесь у меня уже сварен, собственно, бульон. Там есть кусочки телятины. Это просто подсоленная вода, мясо, которое я сделала уже предварительно в мультиварке. Поставила тушение на 40 минут. То есть мясо у меня уже сварено. И здесь у меня порезанная кубиками картошка и натертая морковка. И покажу вам еще очень крутую доску, которую мне Серега недавно купил. Вот так называется фирма. Видите, она крутая в розовом цвете. В чем ее прикол? Вот эта штука гнется. То есть она очень хорошо ставится на столешницу и не скользит. Там у нее вот такие силиконовые полоски специально сделаны. И еще захватом одним руки она изгибается и получается вот такая вот лопатка. И одним движением вы... Вот я одной рукой встряхиваю все. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. И перемещаю все в кастрюльку. Вот. Одной рукой я снимаю, второй я практически варю суп. Так. Я думаю, может здесь много картошки. Скорее всего хватит. Сейчас мы помешаем. Вот так. Суп практически готов. Сейчас мы его закипятим. Так. Сюда нам еще нужно добавить какое-нибудь масло, потому что сам бульон на говядине, на телятине, он вообще не жирный. Конечно, если вы жилуете мясо, как я, и вырезаете весь жир. Поэтому я добавляю сюда немножко оливкового масла. Вот так. Хватит. Чтобы было покрасивее. Ставлю на минут 20, пусть проварится. Картошка, она мелко нарезанная. И за 8 минут до конца я добавлю еще вот такие вот бабочки. Макароны. Покажу вам через 20 минут уже конечные результаты. Оу, забыла еще. Лавровый лист нужно добавить. Мы берем только вот этой фирмы, потому что все остальное это откровенный мусор. А здесь прям такие вот цельные листочки красивые, то есть поломанных практически нет. Они все красивенькие, чистенькие. Добавляю, ну, один хватит. Вот. Вот такая вот красота. И ждем. Ну и вот, собственно, супчик вот таким вот получился. Я сюда добавила немножко свежей петрушки, так как у меня закончился укропчик. Просто чисто для красоты и легкого аромата. Вот. Такая вот красота. Здесь я дополняю его утроводиками с сыром. Хлеб, кстати, бездрожжевой фитнес. И черным чаем. И у меня есть минут 10, чтобы поесть, потому что Макс скоро проснется. А Локи, походу, не скоро. Приятного аппетита. Мы сегодня с Максом вышли погулять. На улице ужасно жарко. Ему в коляске, скорее всего, тоже. Я чего вас хотела спросить? У меня тут скоро 30-летие. Ну, как скоро? В конце сентября. И я хочу покрасить, наконец-то, волосы. Я побежала в париквахерскую спустя 2 месяца после родов. Я сразу же подстригла кончики, потому что, ну, моя мама не разрешала мне этого делать. Там плохая примета, какая-то, в общем, не суть. И я хотела покрасить сразу волос в блонд. Ну, вернее, корни покрасить. Но мне не дали, потому что сказали, что если на грудном скармливании, это может повредить ребенку. И сказали, вот как только закончите, можно будет попробовать. Так вот, я не знаю, или я выдержу докормить Макса до 8 месяцев. Но не красить волосы я точно не выдержу. Тем более, у меня уже активно проступает седина. Выглядит это не очень прикольно. В общем, хотела вас спросить вашего мнения, что мне делать. Потому что, как бы, блонд, это все круто. Он мне идет. Но за ним очень сложно ухаживать. У меня нет на это времени, если честно. Эти все масочки и так дальше. Максимум это кондиционер и масло. И так как у меня после родов заметно стало меньше волос, я не уверена, что это пойдет им на пользу, скажем так. И это, кстати, дорого стоит. Блонд это одно из самых таких дорогостоящих процедур. Красивый ухоженный блонд, я имею ввиду. Если краситься в темный, за ним легче будут ухаживать. Не так будет видно отросшую длину. Но проблема в том, что мне не идет этот цвет. Мне свой цвет не очень дойдет. И его очень трудно подобрать. Мне постоянно тонируют какой-то рыжий цвет, более теплый. Но вы знаете, что у меня холодный цветотип. Поэтому я даже не знаю, что мне делать. Или тонироваться мне в темный. Сделать какое-то омбре, которое мне не очень будет идти, но за ним будет легко ухаживать и дешево. Или же все-таки перейти опять же на блонд, но не подступать ближе к корню, как мне советовала парикмахер. Сделать его так немножко отдаля, чтобы не касалось кожи головы и было менее вредно. Но опять же это все обязует уход дополнительный. Но выглядите с ним, наверное, будут лучше и свежее. В общем, пишите в комментариях. Пока что у меня очень-очень отросшие корни. Очень-очень много седины. Но меня радует то, что начинают отрастать мои волосики. Вот они тут по чуть-чуть. Выпало у меня очень много волос. Намного больше, чем я думала. Наверное, больше половины. Но ничего, потихонечку уже восстанавливаемся. И да, если что, у меня чистые волосы. Только вчера их помыла. Они просто так выглядят, потому что очень туго у меня завязаны волосы. Макс в последнее время начал их вырывать. Несчадно прям прядями. Даже если они собраны в пучок. То есть он снизу вытаскивает пряди. Начинает вот так вот дергать. У них хватательный рефлекс. Стараюсь заплетаться как можно туже. Но опять же все вылазит. Вот, выглядит как будто постоянно грязная голова. Я мою голову. И вот так вот мы гуляем. Собственно, ноги Макса. Мордочку пока не показываю, потому что еще не крестили малыша. Продолжение следует. Продолжение следует...